Меня зовут Наталья Онищик, я из Москвы, из России, я занимаюсь психологией. Как психолог я работаю в детском саду с детьми и как психотерапевт с пожилыми людьми. Я не была никак вовлечена в еврейскую жизнь, хотя я знала, что я еврейка. Моя мать еврейка была репрессирована в сталинские времена, находилась в ГУЛАГе, где были люди самых разных национальностей и разные религии. И хотя моя мать была атеистка и не чувствовала себя еврейкой, она научила меня уважать любую религию, любую национальность. Всего лишь год назад совершенно случайно по делам своей матери я пришла в еврейскую организацию, видела объявления о разных кружках, в том числе кружок еврейского танца. Я с самого раннего детства очень хотела танцевать, но никогда не занималась этим ничем. Я очень много болела, не ходила в школу и целыми днями танцевала сама под классическую музыку. И когда я увидела это объявление, словно бы меня что-то толкнуло, я пришла на занятие, занятие вела Эстер Богинская, и я вдруг почувствовала, что это мое. Я поняла, что еврейские танцы — это вот то, что в моей душе, и я почувствовала, что Бог пришел в мою душу. Эстер — жена Равина, она пригласила меня впервые на еврейский праздник на Роша Шана. И с тех пор я постепенно вошла в жизнь общины, сейчас активно в ней действую, и для меня очень важны танцы как источник еврейской культуры, еврейской философии. Я здесь первый раз, и для меня невероятно важно оказаться здесь, увидеть людей со всего мира, что люди вовлечены в еврейскую жизнь, увидеть, что наш народ, действительно распространен по всему миру, но поддерживает традиции, что еврейские традиции не умирают, и еврейские танцы живут, и появляются все новые. И я надеюсь начать работать с детьми не только в детском саду, но и в общине, приносить для них культуру еврейскую. И кроме того, это мне очень теперь помогает понимать пожилых людей, с которыми я работаю.